Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, и самое главное, досмотрите этот выпуск до конца, потому что в конце выпуска я вам дам один лайфхак, который вам поможет сэкономить на парковке. Поэтому досмотрите до конца. Погнали! Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Я Славян, это Настян. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы сегодня вас приглашаем вместе с нами погулять по Олимпийскому парку. Судя по превьюшке, вы такие поняли, типа, при чем здесь Варламов. Но на самом деле я про него узнал, по-моему, именно с этого выпуска, когда он снял Олимпийский парк. И в полном недовольстве и возмущении, ну, в принципе, как и все у него ролики, да. Я хочу вам показать с нашей точки зрения, рассказать, как мы довольны. Мы здесь очень много раз гуляли. Да, отчасти он прав, но в целом, ну, в целом норм. В общем, можете посмотреть его выпуск, посмотреть наш и немножко, так сказать, сравнение, все это дело провести. В принципе, ничего необычного. Наверное, я так думал, что каждый, кто приезжает в Сочи, приезжает всегда погулять в Олимпийский парк. Но мы увидели очень много людей, которые здесь впервые, которые ходят здесь, так, да, конечно, мы здесь много раз. Может быть, кто сейчас смотрит, вы тоже первый раз, поэтому погнали вместе с нами гулять. Так, мы вон оттуда пришли. Это Богатырь, Сочи парк. И вот так вот начинается такая атмосфера. Здесь, конечно, много прокатов. Так, Тёмка, стадион, стадион фишт. И самый кайф в этом парке то, что везде стоят бесплатные туалеты, где вы можете сгонять по нужде людей на фонтаны приходят. Наверное, они не такие кайфовые, потому что там очень. Ну да, еще когда матчи, ну матчи здесь такие. Да, ну, по крайней мере, хорошо, что здесь это есть, потому что на набережной очень мало туалетов и куда водить детей. Всегда дети, когда просятся, всегда проблемы. В кафе нельзя заходить, потому что, извините, вы должны как посетители, как гости ходить только в туалет. А где на набережной ходить в туалет вообще непонятно. Ладно, ты все про туалет. В общем, начинаются эти турникеты. Это вход на стадион. Здесь в основном играет, как она, команда Сочи, по-моему, так и называется. Касса для болельщиков. Так, ну и, соответственно, вот про что говорил там Варламов, то, что это залито, типа, там, голый бетон. Ну да, здесь очень много прокатов, поэтому здесь нужны вот эти всякие дорожки, велодорожки. Да, пацаны. Ну что делать-то? Так, все, Наська ускоряется за Родионом. Так, ну и, соответственно, вот мы видим поющий фонтан. Летом он работает, по-моему, с девяти или с десяти. А сейчас, в осенне-зимний период, он работает с восемнадцати. Но какие-то дни, его, кстати, не включают. Мы тоже, что тут такая толпа собралась. Все ждали фонтана. В итоге ничего не включилось. Так, вот еще касса на стадион. Да, здесь действительно большая площадка асфальтная. Летом здесь духота гулять, все это дело нагревается. И очень... Ну и Меритинка вся такая. Ну и Меритинка, да, да. Кто не знал, и Меритинка раньше, до Олимпиады, был просто вообще поле. Сейчас тут вот понасажали пальмочек. То есть такой мощный контраст с Адлером, который через реку Мзымта. В общем, здесь огромный-огромный выбор прокатов. Стоит в среднем 500 рублей. Смотря, что вы выберете там полчаса, часа. Мы как-то один раз брали еще, по-моему, в девятнадцатом году, когда приезжали. И все. Варламов много говорил, что ты едешь на самокате. Он как раз тогда брал электросамокат, катался и говорит, о, хоп-су лавочка, хоп-су лавочка. По мне так сделано классно. Очень так интересно, из камня, мусорки, все есть. То есть, ну, достаточно кайфово сделано. Я не знаю, почему ему не понравилось. В общем, хотел вам показать, как здесь все сверху обстоят дела. Но опять он мне пишет, что дрон в особой зоне и летать здесь нельзя. И он его сейчас будет сажать уже через 90 секунд. В общем, полетать не удалось. Блин, везде, короче, эти зоны. Я не знаю, с чем они связаны. Но, по сути, что бы и здесь не полетать. В принципе, ну, короче, не знаю, надо почитать. Я вообще первый раз, в принципе, столкнулся с тем, что вот именно сам пульт, он пишет по твоей локации, что летать тут запрещено. Ладно, давайте тогда так просто погуляем. В общем, видите, прокат на прокате тут. Вот он, фонтанчик. Наши дикарята. Вот такие тут фудкорты есть. Настя, догоняй. Ты идешь так медленно, как будто бы это. Тут никого нет, детей нет. Вставляется, вставляется. Здесь, вот смотрите, по-моему, там для елки что-то привезли. Сейчас дойдем, посмотрим. Здесь вообще по вечерам, даже сейчас, собирается так много людей, столько народу, что, как вот он, он грил все бетон-бетон, но ценность создана вообще классно. Да, тут столько бабла валили, это понятное дело. Но, не знаю, ну, стоя того, люди сюда постоянно приходят и гуляют толпами. Да, сейчас уже не сезон, почти декабрь, но посмотрите, сколько людей. Сюда приходят, кайфуют мамки с колясками. Просто можно приехать, погонять на самокате и ни за что не переживать, что ты там кого-то зацепишь. Площади хватает. Кофе-закуски. Вот, видите, еще один туалет. А тут уже трасса формулы. Сейчас тоже наверх сходим, посмотрим. Это тут все ночью подсвечивается, когда темно. Ну и вот они, вот такие тубики. Пойдем, тём. Давай, пошли. Так, мы сейчас с вами поднимемся наверх. Всё, вот тут поставьте их, вот с этой стороны, сынок. Вот тут, чтобы мы их видели. Да, посмотрим, что там. Ну, здесь вот, мы по вечерам, когда здесь гуляем, здесь слышно, что кто-то здесь отжигает. Вообще, здесь можно покататься самому на Ламборгини, там, проехаться за скоростью. Вот она трасса, видите, вот так это все выглядит. Я думал, на мост встанем, а мост-то закрытый. Хо-хо-хо. Блин, ну ладно. Вот, 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 вот так вот. Одна сторона, вторая сторона. Есть вот трибуны, да, получается, где можно посидеть, посмотреть. Вот. Ну и, собственно, все. То есть это переход на ту сторону парка. Вот так вот аккуратненько все кусты пострижены. Вообще, кажется, как будто искусство. На самом деле, это все живое. Ну и, начиная, конечно, здесь атмосфера, в общем, возле каждого флага, здесь флаги висят. Вот это все подсвечивается и прям смотрятся эти столбы, конечно, очень кайфовенько. Высажен газон, аккуратненько. Вот что ему не нравится всегда, да? Всегда возмущается. Вот, ну, я не знаю. Мы всегда смотрим через призму позитива, никогда через негатив не смотрим. Нам нравится, мы же видим тоже, что сюда люди приезжают довольны и гуляют. Поэтому, да, если там смотреть какой-то его позиции, это будет, конечно, куча, много негатива. Ну, в целом, норм. Поэтому, кто никогда сюда не приезжал, либо как-то обходил стороной, ну, знаю, приезжайте, гуляйте здесь вот кайфово. У нас сегодня... Какое сегодня число? 26-е? Да. 26-е ноября. Посмотрите, у нас какая погода. Мы вон в кофтах гуляем. У нас хорошо, но у градусов 13, наверное, точно есть. Еще солнцем это все подогревается и еще класс. Конечно, есть тут минус, знаете, какой? Когда тут гуляешь вечером, темно, да, то, что вот эта атмосфера такая идет, все подсвечивается, подсвечивается и все кайфовенько. Но здесь все, кто приходит смотреть на фонтан, берут электросамокаты и ночью происходит жесть, да? Что, ну, особенно дети, которые начинают убегать, именно наши, за ними приходится глаз на глаз. У нас, конечно, уже один раз чуть не сбили, пацанов. Но в целом кайфово. Вот такая вот большая-большая площадка. Сейчас, вот-ка. То есть, получается, раз, переход на ту сторону. Так, вон еще переход на ту сторону. Вот они, трибуны. Это тоже от формулы. Здесь, получается, вот вокруг прям идет трасса. И вон еще трибуны. Это отель «Богатырь». Колесо обозрения. Вон, дети вылетели на газон, не справились. Вот, ну, сейчас зайдем, да. Мест людей мало. Так, вот что-то, в основном, не знаю, здесь будут елки устанавливать, не будут. Но если будут, то тоже уже погуляем здесь с вами позже. Меняют плиточку. Ухоженно. Здесь ухоженно. Нет такого, что, типа, ты идешь, хлопц, запнулся, а плитку там упала, либо где-то она отсутствует. Всегда все нормально, все хорошо. Я, в принципе, от косяков никаких не заметил. Ни разу. О, Ротика догнал. Вот так вот, да, ты умеешь? Не-не-не, ты давай держи, зайчик. А то побахнешься. Надо держаться, сынок, пока не упал. Ротика, Темка, Настенька далеко. Вот так, ребята, выглядит Олимпийский парк. Ну, это, так сказать, да, центральная площадь. Сейчас еще по каким-то окрестностям с вами прогуляемся, тоже посмотрите. Я не знаю, в любом случае, мое мнение такое. Лучше никогда никого не слушать, а приезжать, убеждаться на своем опыте, своими глазами смотреть и понимать, да, нравится тебе это или не нравится. О, слушайте, пойдемте туда, подойдем. Что это такое, посмотрим. Я, кстати, забыл. Здесь еще эта эмблема висела. Сочи, но сейчас что-то другое. Да, Сочи 2014. Сейчас посмотрим. Ближе подойдем, что там написано. Красиво. Такая шар-планета. Что там, что там? Непонятно. А, это, наверное, какие-то дисциплины. Ага, да. А, это чемпионы Александра Конова. А, все, я понял, да. Все, тут, короче, это бронза, это серебро. И там дальше кто взял золото на Олимпиаде. Вот столько вот медалистов было. Ну, круто. Сколько раз сюда подходил, ни разу не читал и не смотрел. Вот сейчас, благодаря вам, вы меня смотивировали. И я пошел, посмотрел. Классно. Вот так вот. Такой формат. Сейчас мы, кстати, у Настеньки спросим. Она знает, что тут сделано. Настенька, есть вопрос. Ты же тут много раз гуляла. Дай. А что вот там сделано? Вот это что такое? Ты знаешь? Мир. Миру-мир. Мир-мир, труд-май. Ты не знаешь, что это такое? Ну, это планета Земля. Нет, вот таблички. Видишь, вот эти вот висят? Разные вот цвета. Разного цвета? Да. Нет. Не знаешь? Это имена, фамилии всех медалистов Олимпиады. Бронза, серебро, золото. Раньше же не было. Да вот я тоже думаю, что не было, раз я никогда не видел. Иди посмотри. Мне кажется, раньше было другое что-то. Вот так вот. А еще здесь на каждом фонарном столбу, над каждым вот этому столбу висит табличка о правилах, связанные с коронавирусом, что нужно протирать руки, маски там, дистанцию нужно держать. Ну, на самом деле, когда здесь играет музычка, плечется в фонтан, то вообще никого не парит. Абсолютно ничего. Никакая дистанция, потому что тут собирается, ну, прям, действительно много людей. Так, ладно, давайте мы сейчас с вами туда пойдем, на ту сторону, посмотрим. Снеки-снеки. Так. Так, вот оно расписание и все билеты. То есть вокруг всего вот этого фонтана проходит трасса. Вот даже лифт есть, видите, как здорово. Вот. Так, ладно. Вот билеты на Формулу-1, тут что-то пишет. Ой, дождь прошел, прям по воде, по такой. Шлепс-шлепс, шлепс-шлепс. Навеса, вот, короче, не хватает. Все, я нашел минус, ребята. Тут не хватает навеса, чтобы вот так вот по лужам не шлимкать. Вот, другая территория. Не, ну, пойдемте, да, тут тоже прогуляемся с вами. Посмотрим, какие тут дела. Так. Площадочка. Так, это что у нас тут? Это здание. Спорт, норма жизни. Ну, конечно, норма. Так, сейчас я вам скажу, что это за здание. Где я, где я? Так. То есть, короче, тут относительно карте. Вот эта вот площадка айсберг, типа какая-ля качалка. Слева, это тренировочная арена конькобежная. И там слева, вот, большая, которая выглядит, это Адлер-арена. Вот так вот. Вот такая тут площадка для любителей, как это, воркаута. Так, о, ну, вот это самое, конечно, крутое, вот. Видите? Это баскетбольная площадка. Кольца. Кольца, вы где? Может, здесь, конечно, что-то устанавливают. Но в целом, конечно, да, интересно. А может, это футбольная? Не, ну, это же баскетбольная. Это как она? Трехочковая зона, да, или как она правильно называется? Кто в курсе, да, напишите? Ой, такой скверик, слушайте, классный. Ну, как может, не нравится такая местность? Учитывая, что здесь тепло, здесь зелень. Вот, смотрите, какой красивейший вид открывается на горы. Видите, какой кайф. Так, ну, слушайте, мне, конечно, рука мерзнет. Камеру держать все равно прохладно. Въезд. Здесь все для белки. Это тоже какая-то парковка. Так. Ну, собственно, да, отчасти, конечно, есть та история, что действительно залито все бетоном. И, по сути, все как... Все типа как пустышка, да, получается, что... Вот машин мало, всего мало. Смотрите, 100 метров здесь, наверное, бегают тоже. Ну, здание кайфовое, чё не говори. Вид красивый. Вот, где вывеска «Газпром», туда, получается, уходит трасса «Формула-1». Так, мы сейчас все по кругу, по кругу, короче, обходим. Там вон еще один выезд. В принципе, я так понял, что здесь тоже можно, наверное, парковать. Но это не точно. Здесь у нас спортсмены, видим, ребята. А-а-а, это... Это ледовый дворец. Вот что это такое. Это ледовый дворец. Огромный. Да. Да. Как Варламов сказал в выпуске, то есть построили, Олимпиаду провели и оставили. То есть, по его мнению, это нужно было снести, разобрать правильно каким-то образом, не зная. Но у него вот такое мнение по этому поводу. Наверное. Я вообще не спец в этих вопросах. Но, в принципе, как локация, куда приезжают туристы, и сюда приезжает действительно очень-очень много туристов. Мне кажется, прям нормальная локация. Особенно, когда люди приезжают вообще там с деревень, выбираются первый раз на море, на юг, приезжают в Сочи. Они там не видели, кроме своих пятиэтажных там, или двухэтажных домов, увидеть такую красоту. Не считаю, что нормально. Не надо ничего сносить. Пусть будет. Раньше это вообще было просто поле. Так, в общем, мы сейчас с вами обошли фонтан, получается, вот с другой стороны. И пойдем туда. Так. Здесь, получается, вот опять фудкортов много. Ну, понятное дело, сувениры. Так, ну, все безлюдно. Вот, говорю, когда заканчивается фонтан, отсюда идет большая масса народу, даже сейчас. Летом так вообще капец. Вот тут собираются музыканты, какие-то различные танцоры. И зарабатывают денежки. А вот это вот, короче, судя по карте кладбища. Не знаю, так ли это. Кто точно знает, напишите, пожалуйста. Вот даже элементарно, да, вот ребята катают. Какая здесь огромная площадка для того, чтобы покататься, ну, в бордах на этих. Это вообще от души. Особенно в это время, когда людей здесь не так много. Кто согласен? Welcome в комментарии, ребята. Так, тут на территории вот есть планетарий. Можете увидеть. Ну, и можно еще вот, получается, через вот такую дорожку туда пройтись. Давайте вместе с вами пройдемся. Посмотрим, как там. Я прям четко помню, как он ехал. Варламов, в смысле, да, снимал. То есть, типа, там, кочка, там, кочка. Не знаю, наверное, давно был. Я просто четко помню, в выпуске, когда я решил для вас отснять Олимпийский парк, прям вспомнил. Варламов и думаю, дай-ка я тоже пройдусь, прогуляюсь, вам покажу. А вы посмотрите, тот выпуск, этот выпуск. Такие вот насаждения. Кайфовый. Ну, атмосферно сделано. Возможно, это некачество, возможно, я что-то не понимаю. Ну, блин, ну, погуляй-то здесь. Вообще кайфово. Вот солнышко, кстати, сейчас зашло уже. И уже становится прохладно. Так. Так, разноцветные. Так, а почему они разноцветные, кстати? Я тоже как-то помнил об этом, сейчас забыл уже. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему дорожки разного... А, это кольца получается. Цвет кольц, раз, два, три, четыре, пять. Вот. Уже и не надо писать, я уж сам все вспомнил. Это, получается, велодорожки через трассу. Вон, опять туалеты можно увидеть. Да, то есть я понял, цвет колец. Пять дорожек, пять колец. Вот так это все, ребятки, выглядит. Не, нифига не велодорожки, там тоже ходят люди. Значит, мы пойдем прогуляемся. Вот так вот это все выглядит. Можно вот такие взять тук-туки, прокатиться. Они вам тут все расскажут, все покажут. Такие таксисты, короче, по-олимпийскому. Ну, я еще помню, мы когда пришли сюда, тоже они стоят все. Сейчас мы вас там скатаем, до этого посмотрите фонтаны, перевезем обратно. Ну, мы, как бы, понятное дело, отказываемся. Нет, нам не надо, не надо. В итоге приезжаем, мы 30 минут прождали фонтан с 18... Даже побольше, с 18.45 получается, где-то до половины уже, седьмого. А фонтана нету. То есть, ну, вот в этот день он просто не работал. Хотя толпа такая собралась, они включили подсветку эту красивую. Но самого фонтана не было. Ни музыки, ни фонтана. Вот, поэтому мы постояли-постояли и ушли. Так, вот она, получается, как бы другая сторона самого Олимпийского парка. Там давайте мы с вами погуляем попозже, сделаем тоже такой отдельный выпуск. Поддержите выпуск лайком, наш канал, подписочкой, комментарием, потому что именно все вот это мотивирует снимать дальше. Ну, понятное дело, что мы вообще, в принципе, снимаем для себя, для нашей памяти. Потому что интересно пересматривать, что было два года назад, три, четыре, пять. Вот, ну а когда у нас появляются подписчики, которые поддерживают, так это вообще круто. Так, что там внизу? Ничего. Ну, ну, короче, я пал. Как говорится, да, ничего особенного. Просто мы обошли, с другой стороны подошли. Ну да, здесь, кстати, поинтересно тоже наблюдать за теми, кто катается вот на этих горках. Мы тогда наблюдали, стояли прямо под ними. Здесь, получается, как бы ты такой отдаленно смотришь. О, ну вот это сейчас, ребята, будет вообще лайфхак. Короче, смотрите. Переходите этот мост. У вас, получается, там, вон Сочи парк вывеска. Вот этот парк, да, можно вон там по дороге просто обойти. И вы можете увидеть две, три большие детские площадки. Вон там еще площадка, баскетбольное кольцо. Слушайте, вообще кайфово. О, я сейчас пойду за своими, и мы сюда придем на площадку. Вот так вот. Смотрите, как кайфовенько. Сейчас перейдем. Вот. Ох, смотрите, как классно. Смотрится купол стадиона на фоне неба. Посмотрите, как кайфово. В общем, я сгонял уже за своими. Вон они едут. Но мне кажется, сейчас кто-то получит травму по ходу дела. Вот не карты. Артем, останавливайтесь. Тормоза жмите. Да, ну, ты сегодня. О, прикол. Как всегда дурочки. Короче, ребята, срочно на паузу в комментариях делать вставки. Кто сейчас из них упадет первый? Родион или Артем? А может быть никто? Кричат. Родион или Артем? Родион или Артем? Родион или Артем? Да нет, вроде. Ну, вроде, ну, такой нескользящий. Ну, да. Ну-ка, стоять! Вот сколько площадочек. Ладно, пойдем и сейчас, короче. Вон, здесь не стоять, дорога! В общем, все, детки побежали на площадку, а мы побежали друг другу греть руки, да? Слушайте, ну, детская площадка вообще кайфовая. Вообще прям вот сто процентов. Такое разнообразие всего. Плюс он баскетбольное кольцо, и туда можно покидать. Ну, а я с вами пройдусь еще вон туда, подальше. Мы вот здесь вот вообще ни разу не были. То есть для нас это сейчас прям такое открытие. Либо ее недавно установили, потому что мы, по-моему, на эти дороги ходили. Вон туда мы проходили. Ну, короче, площадку мы не видели. Вот поэтому, если вы тоже в первый раз это увидели, то welcome, приезжайте, смотрите. Так, что у нас тут дальше есть? Я вон вижу, там вот подальше есть картинг, снова есть туалеты. Вот прям вот в Олимпийском парке туалетам вот вообще респект. Во-первых, конечно, не чистенькие, да, небольшой запашок, но в целом, в целом, что они есть, это уже огромный плюс. Потому что Настенька в начале выпуска говорила, что на набережной, ну, действительно, целая проблема. Смотрите, какой пар изо рта. Вообще, да, рука мерзнет. Мерзнет не прям, конечно, холодно. Мне вот без куртки нормальная, но вот пар идет изо рта. Так, тут, наверное, тоже все подсвечивается, судя по столбу, что там есть, плафончики. Жаль, что здесь летать нельзя. Я бы полетал, посмотрела, как все это выглядит. Может, надо, конечно, согласовывать эту историю? Не знаю, не знаю. Так. О, смотрите-ка, Дина-клуб есть. Надо то, что детей сводить. Детская площадка там вот так вот. Видите, это все выглядит. Так, вот, друзья, картинг там. Вон, ребята сейчас готовятся к заезду. Так, ну, здесь вот опять, да, такая бетонная, бетонная такая территория. Так, там вот еще что-то. Сириус парк или не Сириус парк? Не знаю. Вон, плакатики балетов. Ну, как здесь вот, как возмущаться? Такое пространство сделали для людей. Вот, вон, картинг. Так, тут нет картинга, а то сейчас выскочу. О, эльфовенька, да. Тоже хочется с детками своими сходить покататься. Темке, по-моему, еще можно уже, а родику еще нельзя. Вот так это выглядит. Да, у нас тут уже солнышко зашло. Ну, клево. Я, кстати, на картинге катался один раз в жизни, когда мы отдыхали, мы были маленькие, мы отдыхали с семьей, нас мам возила в Казахстан, оттуда мы поехали в Кыргызстан и, по-моему, в Бишкеке, в парке аттракционов. Мы катались с братом. Нам, конечно, это очень понравилось, но почему-то всегда рядом возле вот этой истории всей. Ну, а почему-то ни разу мы не прокатились. Вообще, на самом деле, когда мы с детьми, я сколько раз порываюсь, они вечно, типа, блин, а мы, а мы, а им нельзя. Ну и как бы, ладно, сейчас подожду еще маленько, подрастут, и мы начнем с пацанами тусоваться везде. Моих два лучших друга. А пока так. Нифига. Да. Руки подмерзли. Так. Что у нас тут? Что-то у нас тут. Что-то у нас тут. Сейчас пойдем в эту сторону. Ох-ох-ох-ох. О, мы это знаете с вами, куда пришли? Ничего себе. Это же мы с вами пришли как раз на платформу. Называется она... ЖД Олимпийский... Платформа Олимпийский парк, короче, называется. Сюда приезжала Настя на подруга, мы ее встречали. Там, ребята, ловите лайфхак. Там есть бесплатная парковка, где можно запарковаться. И оттуда можно выйти, и все, и пойти гулять. Представляете? Для меня прям это лайфхак. Для вас, я надеюсь, тоже лайфхак. Пользуйтесь. Ха, сейчас приду Настеньку, порадуюсь, скажу, Настенька, представляешь? Блин, я вообще кайфую от этих пальмочек. Ну, как здесь кайфово, а? Кстати говоря, вот сейчас о парковке. Мы всегда паркуемся вот там, где вы начали смотреть выпуск. И там парковка стоит, ну, недорогая. Она там 50 рублей, 50 рублей час. Первые 20 минут бесплатно. И первый час 100 рублей, да, последующий получается по полтиннику. То есть это, ну, это вообще дешево. Относительно всех в Сочи, что здесь творится. Золотые парковки. Только эти золота не дают. Да, вот она, платформа. Ну, слушайте, ну, вообще круто. Вот так вот, вот так вот. Мы еще когда ехали сюда, Настенька говорит, а может быть мы там проканемся, дойдем? Я такой, да нет, там как бы это разные территории, идти долго. А оказывается, Настенька, как всегда, была права. Смотрите, из травы сделана тачка Формулы. Да, 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 кайфово. Смотрите, здесь вон та вот площадка такая, высокий пальмами засаженный. Там прям идеальнейшая локация для каких-то видосиков, для каких-то фоточек. Ну, круть, круть. Блин, я и не знал. Вот она, вот сам вокзал. Там тоже такой атмосферный фонтанчик. По лесенкам стекают олимпийские кольца. В общем, здорово, да? Ну, и самое главное получается, вид, да, какой. Сейчас вам пальцем покажу, где парковка. Вот видите, вон туда смотрите. Вот там вот парковка, вот машины стоят. Совершенно бесплатная парковка. Встали, парканулись и все. И пошли вот так вот гулять. Вон в сторону Сочи парка. Вот они пошли, олимпийские объекты. Сейчас давайте до карты дойдем. Я вам покажу, где мы сейчас находимся. И вы по схеме сориентируетесь, да? Собственно, как гулять, как ходить. Вот она, карта. Так. Здравствуйте, а где мы? Так, где железная дорога? Сейчас, подождите, я немножко потуплю, постою. Это. Короче, я не понял, где мы. Короче, мы где-то здесь. Стадион Фиш, вот фонтан. Мы туда ушли. Нет, мы не туда ушли. Вот она дорога сюда. Вот получается, вот железная дорога. Вот она парковка, про которую я говорил. И вот вы отсюда. Вот железная дорога. Вон тут мы. И вот вы пошли отсюда вы гулять по всему парку. Вот, собственно, ребятки, как-то так. Ну все, у нас стемнело. Зажглись фонарики. Вот та самая сейчас атмосфера будет здесь вечерняя. Вообще, спасибо, кто еще смотрит. Спасибо, кто досмотрит выпуск до конца, поддержит выпуск. У нас здесь классно, ребята. Кто сомневается приезжать в Сочи зимой, в декабре или нет? Типа холодно, не холодно? Блин, конечно, приезжайте. Я уверен, что в ваших городах гораздо погода хуже. И мне вот тут подписчик. Мы тут гуляли, встречались, провели целую неделю вместе. Кайфовые ребята. Мне написал в Инстаграме, что, слава, представляешь, мы как уехали из Сочи, вообще ни разу не было солнечного дня, а не со Смоленска. Ну, это действительно так. Поэтому приезжайте, точно не пожалеете. В общем, ребята, вот такой вот выпуск. Вот такой вот выпуск получился. Выпуск называется «Угу». Поставьте лайк, напишите комментарии, кто здесь гулял, кому как заходит, не заходит. Это Олимпийский парк. Что вообще думаете по поводу критики Варламова либо моего положительного взгляда, чересчур положительного, я бы так сказал. Подписывайтесь на канал, репостните видос к себе в социальные сети. Это большая поддержка для нашего канала. Ну и до новых выпусков. Все, пока.